Торжества в супросле, посвященные местному образу Адигитрии, ежегодно собирают представителей православных церквей со всего мира. И гости из соседних с Польшей и Белоруссией регионов Украины здесь бывают часто. Представители канонической украинской православной церкви в литургическом общении со всем православным миром. В отличие от раскольников, которых во всей православной экумени знают как самосвятов, считают самозванцами. Но от последних и властей украинских регионов, поддерживающих раскольников, в Северной канонической церкви претерпевают нападки. На территории Владимира Волынской и Ковельской епархий на западе Украины, которую управляет архиепископ Владимир, гостивших в супросле, власти начали процесс регистрации параллельных приходских общин. Эта практика в дальнейшем используется для силового захвата храмов. Возможно, противники православия на Волыне попросту раздосадованы неудачами. При владыке Владимире им удалось увлечь в раскол только один приход из более чем двухсот. При мне только один. А сейчас два приходов до этого дня сделали регистрацию таких самых. Это идет регистрация нашей властью, областного совета, главой государственной администрации. Параллельных приходов под таким же самым названием, как и уже есть приходы. Это является, вносится смута именно со светской стороны, непонимание для народа. Именно вводится такая не духовность, а политическая, светская, которую оно рано или поздно народ увидит. И это сейчас особенно ударяет по такому нашему, по телу нашей епархии, по живому духовному телу нашей епархии. Это очень прискорбно. Предстоятель Польской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Варшавский, вся Польша Сава, родом из Хоумщины, земли, которая сейчас в границах Польши, но неразрывно связана историческими судьбами и с Украиной, и со всеми наследниками Киевской Руси. Хоумщакам судьбы Украины точно не безразличны. И блаженнейший Сава дал православным братьям совет, как бороться с расколом, и его главным инициаторам, а предстоятель Украинской Православной Церкви передал приветствие. Поздравляем вашего митрополита Вадику Ануфрия, помогаю вам Господь. Не бойтесь, только вера и единость будует, а все другое руйнует. И прогоняйте сатану священной водой. С молитвой и окроплением святой воды под дорогам и селением Востока, Запада и Центра Украины прошел всеукраинский крестный ход. Два крестных шествия из Почаевской и Святогорской лавры объединились в Киеве. Несмотря на многочисленные препятствия и провокации, крестный ход состоялся и показал торжество православного духа над всеми ненавистниками канонической церкви. Крестный ход любви, мира и единства, он показал, что еще очень сильный дух в нашем украинском народе, дух истинной веры, дух той силы, которая именно есть в сердце украинского народа, не поддаваться искушениям сего мира, сильным мира сего, а только дает возможность каждому из нас еще глубже нырнуть в ту великую благодать, которую Господь дарует для каждого из нас, чтобы мы увидели истинность, правильность нашего бытия и нашей жизни. Сейчас время испытаний, и здесь мы должны показать свою веру, свою любовь, терпение в отношении друг к другу, и тем самым мы еще не только можем, но имеем величайшую возможность возобновить ту любовь, которая должна была и всегда есть и будет на украинской земле. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Супрослинская лавра, Польша.